Всем привет, меня зовут Роман. Так понятно, паузу. Всем привет, меня зовут Роман и сегодня на сборке вот это, вот это вот, вот это вот что это. Это на самом деле компьютер на 5700G. У нас тут куча разных деталей довольно интересных. Ну как бы X570i Aorus Pro материнская плата, она довольно стандартная, на рынке довольно давно и она окей, мягко говоря. 2 970 Pro от Samsung накопителя, явно кто-то хочет NVMe RAID на этой материнской плате, по полтерабайта каждой, ну бог ему судья как говорится. AMD Ryzen 7 5700G, ради чего мы все сегодня здесь и собрались. Новинка с интегражкой 5700G, которую уже все раскупили и ни у кого нет, но у нас есть. Ну и все это будет охлаждаться вот этим вот замечательным поделием от Noctua. Это у нас Chromax NH-Defis L9A для AM4 сокета, вот такая вот мелкая штука. Весит он на самом деле довольно уверенно, но вот способен ли он охладить 5700G? Большой большой вопрос. Скажем так, у меня как обычно никто ничего не спросил, поэтому все будет как говорится в свое время. Память у нас тут что надо, это Crucial Ballistics Max на 4400, на CL19 и забегая вперед, да работает вот этот процессор с вот этой мамкой и вот этой памятью в режиме один к одному, FSB2200. Поцелкайся бы точно. То есть да, память может, проц может, что может вместе мы еще узнаем. Ну и у нас тут InWin. Вы наверняка, если убрать вот этот алюминий, данную модельку узнаете, как 60 долларовый корпус, но вот если накинуть сюда немножко алюминия, стоит он станет баксов 150. InWin продала свой не очень дорогой корпус, дорого. Ну что ж, решение выглядит нормально, довольно интересно. Будем это все дело собирать, посмотрим стоит ли он своих денег. Основной концепт, который закладывался потребителям в данный компьютер, собрать маленький, но высокопроизводительный компьютер на интегрированной графике. Причем на довольно мощной интегрированной графике, на которой поиграться можно и все остальное, и вот это вот все. В целом, как высокопроизводительное решение, это даже имеет определенный смысл. Почему? Высокопроизводительная память 4400, я если честно не ожидал, что она запустится в режиме один к одному, с опорной шиной, и это очень круто, вот прям очень. Память дорогая, память крутая, хорошая материнская плата. 5700G самый быстрый процессор с интегрированной графикой, ну и с точки зрения как процессор, и с точки зрения как интегрированная графика. И в данном случае, то есть мы видим, что решение получается крайне компактным, крайне прикольным, и вот это вот все. Ну то есть концепт, концепт изначально такой. Собрать маленький компьютер, очень быстрый, на интегрированной графике, под мультимедийные задачи, то есть игры в меньшей степени, это все-таки интеграшка, но в большей степени, чтобы это было комфортное рабочее место, на котором можно посмотреть фильмы, послушать музыку, стильная, не очень шумная и вот это вот все. Забегая вперед, идея немножко, конечно, оказалась провалена в данном случае, но это вы увидите немножко позже в тестах. А так, ну как бы выглядит прикольно. Вот если честно, мне все очень понравилось, но ни 150-ваттный блок питания, ни это охлаждение на восьмиядерный процессор банально не рассчитаны. Вот выйдет 5300G и вот все то же самое будет работать великолепно. Ну и кстати, с задачами, которые на него возлагают, будет справляться также хорошо. Ну а пока тест PCMark 10. 5803 балла. Процессор, как мы видели, работает примерно на частоте 4.5. В данном случае кулер не стал ограничением, но тесты довольно короткие и в целом это не сказалось. И показывает себя очень и очень неплохо. Переходим к 3DMark. В 3DMark все немножко уже не очень. Кадров мало, откровенно мало очков 1771. Этого наверное много для интегрированной графики, но мало для реального использования данного компьютера. Ну вот перебирая например FPS в вкладках, мы видим, что ультра настройки даже на Full HD это точно не про этот компьютер в играх. Потому что калькулятор 3DMark, который довольно точен плюс-минус, показывает нам, что меньше 30, а то и 20 фпс нас ждет в играх и ничего более. Ну как бы все само собой разумеется. Тест ходит более или менее нормально даже R23. Тут весь секрет в том, что пока не нагружено графическое ядро, все более или менее нормально. И на одно ядро у него особых проблем нет. Ну как и в многопоточности, пока не нагружено графическое ядро, то есть кулер с ним справляется. Касательно тестов SSD накопителя, ну как бы да, SSD накопитель может. Особенно когда их два, это 970 Pro в RAID. Да, мы уже тестируем RAID 0 на 2 NVMe SSD накопителя. Работает прекрасно. Температурные тесты, все в принципе было бы ничего с материнской платой, там 70, 80, 60 местами. И с ней в целом все окей. Память тоже без вопросов. Ну вот, что касается нагрузки на процессор, здесь есть проблемки. Обычно мы тестируем оси сети в режиме power supply, но компьютер бодренько выключается сразу после начала теста, не вывозит блок питания. Поэтому пришлось тестить сначала процессор и потом видеокарту. Когда мы тестируем чисто процессор, все в целом неплохо. Когда мы тестируем видеокарту, ну все немножко хуже. И перейдем к играм. Начнем традиционно с Dota. Неуверенные 50-60 fps в Dota у нас, ну это и ультра настройки. То есть на более низких настройках вообще без вопросов. Не очень требовательная к процессору игра, не полностью загружает интегрированное видео. И в целом все это вместе работает. Даже несмотря на проблемы с электропитанием и перегревом. Танки. Здесь тоже все неплохо. Как можем видеть 60 кадров в принципе есть. И в целом все нормально. Начнем пожалуй перейдем к CSGO. В CSGO все в целом вообще для компьютера с интеграшкой вообще хорошо. На высоких нет лагов. Да, FPS не очень большой, но лагов нет. Игра работает довольно ровно и в целом с CSGO вообще хорошо. Вот прямо хорошо. Ну наверное стоит перейти к играм посерьезнее посмотреть что там и как. Ну начнем с Escape from Tarkov. Escape from Tarkov у нас нагружает и графическое ядро и центральный процессор. И вуаля, все, система обрубилась. Как бы тестирование Tarkov на этом можно заканчивать. Cyberpunk. Настройки минимальные, самые минималочки. Неуверенные 25 fps. играть если очень надо. Можно, но очень больно. Вот прям очень больно. Ну ничего не поделаешь. Как бы как есть. Дальше у нас Warzone. В Warzone неуверенные 45 fps. Как бы тоже играть можно, но в соревновательной игре 45 fps это несерьезно. Возможно на охлаждении получше будет какая-то разница. Но вот пока если честно 5700G как игровой процессор себя показывает не очень. Учитывая, что это минимальные настройки везде. И в Tarkov, в Cyberpunk и Warzone. Ну и в Red Dead Redemption. Red Dead Redemption показывает неуверенные 25-30 кадров, что на самом деле на удивление неплохо. Неплохо для интегрированной графики. Red Dead Redemption не настолько требовательная игра, чтобы вы не могли в поиграть. Хотя конечно кого я обманываю. Все равно это все плохо. Но не так плохо как могло бы быть. Итак, тесты видели сами, а решение получилось не ну красивое, да? Прям симпатичное. Типа конечно не цена вот этой алюминиевой накладки. Корпус то сам по себе недорогой. Но NWIN может сделать из корпуса за 40 баксов, корпус за 100, добавив кусок алюминия. Ладно, кусок алюминия хотя бы красивый. А вот само решение получилось так себе. Вот почему. Любая, скажем так, любая попытка загрузить одновременно и ядра процессора и графическую часть, и мы выключаемся. OST Power Supply достаточно только включить, он тут же потухнет. Escape from Tarkov ровненько все то же самое. Ну и как бы понятно, что мы не все сценарии здесь можем проверить, у нас на это банально нет времени, не все игры протестировали. Но Dota, танки, CS, в принципе да, можно играть. И в целом даже вот так, ну учитывая, что здесь недостаточно блока питания и недостаточно охлаждения и это работает. Да, он перегревается в том числе. Ну то есть при нагрузке и на ядра процессора и на графическую часть нет, вообще никак. А вот при нагрузке только на ядра процессора еще более или менее работает, что странно на самом деле. Но нагрузка на графику все расставляет на свои места, больше сотки градусов, вообще никаких проблем. Ну соответственно это нужно делать как-то иначе. Либо брать сюда не 5700G, а в 8 ядрах, а брать какой-нибудь 5300G, который гипотетически все-таки должен появиться и тогда вот это решение будет иметь смысл. Ну как бы как есть, увы это не совсем работоспособно. Поэтому делайте все вещи правильно. То есть вот эту вот красоту я сейчас буду разбирать, менять корпус, охлаждение и блок питания. Ну и собирать естественно в более просторном корпусе для того, чтобы это работало. Потому что вот так очень круто, но к сожалению очень не работает. Если очень сильно задушить здесь электропотребление для видика, для процессора, можно добиться работы вот как есть. Но главный вопрос зачем? Потому что он потеряет свою привлекательность. А посмотреть здесь есть на что. Да он не тянет Warzone, да он не тянет Red Dead Redemption. Ну и в принципе про AAA проекты наверное стоит забыть. Но Dota Tanki, CS GO в принципе без проблем. Поэтому для старых игр такой встройки хватит, для новых игр нет. Ну по крайней мере в таком исполнении. Соберем это как бы в нормальном корпусе с нормальным охладом и проверим еще раз. Ну а пока на этом все, продолжение смотрите в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok